Итак, еще раз спасибо всем, кто пришел. Мы начинаем сегодняшний вебинар, название которого звучит следующим образом – «Обзор инструментов для создания онлайн-курсов». Этим вебинаром мы закрываем тему онлайн-образования, дистанционного образования, образовательных онлайн-программ, всего, что связано с этим, потому что мы в октябре много материалов делали по этому. Мы писали статьи, делали разные обзоры, я делал предыдущий вебинар месяц назад по платформе для онлайн-курсов. Также мы провели конференцию по онлайн-образованию, то есть контента набралось достаточно много, поэтому сегодня я еще как раз покажу, где это можно все посмотреть. Поэтому сегодня такой завершающий тематический вебинар, и сегодня будет много, я думаю, что для вас полезного. Сейчас прибегусь быстренько по стандартным слайдам. Меня зовут Алексей Ницца. Если кто не знает, я являюсь вентредактором Теплицы и также веду вебинары, делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете напрямую мне их задавать в Фейсбуке или на почту. Я с радостью на них отвечу. Наш сайт выглядит таким образом, адрес te-st.ru, и в социальных сетях мы везде слайд в Теплицы СТ. Если вы хотите найти нас в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Ютьюбе, где угодно, вы можете это сделать вот именно так. Самый простой способ, ну, либо просто погулять. Для тех, кто не знает, кто мы, мы являемся образовательным проектом и связываем два поля. С одной стороны, это некоммерческий проект, некоммерческие организации, активисты и люди, которые делают полезные какие-то проекты, ношают общественно важные проблемы. А с другой стороны, это IT, специалисты, которые владеют некими навыками, которые могут делать что-то, но часто они не знают о том, что можно делать что-то в том числе и полезно. Поэтому разные способы мы их вместе как-то совмещаем, проводим различные мероприятия, рассказываем друг о друге и так далее. И, значит, некоммерческим организациям мы рассказываем, как использовать технологии, интернет и так далее, то, что сейчас уже существует. А, собственно, IT-специалистам рассказываем все проекты и вообще те возможности, которые есть перед ними, которые они могут внести свой вклад. Таким образом. И, естественно, что мы много проводим мероприятий онлайн, оффлайн, так же, как и эти вебинары. Все это записывается, мы все это выкладываем на наш канал на YouTube. И я рекомендую на него подписаться. Презентацию потом можно скачать вот во вкладке документы, там есть в PDF. И все ссылки кликабельные, то есть это надпись, вы на нее можете нажать и перейти по ссылке. То есть если вы подпишетесь на наш канал, вам будет проще следить за тем, что происходит и какие новые видео добавляются, чтобы просто не пропустить что-то интересное. Пару слов, да, о конференции. Значит, 22 октября, неделю назад, возможно, больше, да, больше, мы провели конференцию по онлайн-образованию в Москве. Было достаточно интересно, многое, что полезного обсудили. Почему я это сюда привел? Потому что я здесь привел ссылки на, собственно, материалы. Во-первых, все, что мы писали касательно онлайн-курсов, онлайн-образования, у нас есть тег Education Online, вы можете по нему зайти, вот кликабельная ссылка. И там сейчас постепенно начинают появляться материалы от конференции. Естественно, что с презентациями, с записями и так далее. Как видите, например, выступал Сергей Рощин из высшей школы экономики, которая рассказала о том, как они видят онлайн-образование в этом году. Мария задает вопрос странный. Если вы посмотрите на слайд, то вы внизу увидите, что есть надпись материала сайта Теплиц по тегу Education Online, и если это подчеркнуто, это значит, что эта ссылка на нее можно нажать. Вы можете просто скачать презентацию и там потом спокойно сами перейти по ссылкам, как угодно. Просто если я буду сейчас копировать ссылки, это будет просто долгий процесс. И просто чтобы не сбивать. Так вы не сюда нажимаете, нажимаете не на экран, а скачать презентацию в PDF. Окей. В общем, рекомендую обязательно посмотреть материалы. И, в принципе, уже набралось 100 материалов по тематике онлайн-образования, дистанционного образования. То есть много чего полезного для себя можете найти. И я долго думал, как подвести вот к тому, что я хочу рассказать сегодня, да. То есть мы на конференции много чего говорили о трендах, что это такое, как это работает, что успешно, что неуспешно. Вот. И в целом, если вообще выделить все образовательные онлайн-программы, то можно, наверное, их отразить в таком виде, что в первую очередь есть некие онлайн-курсы на платформах. Платформа, которая предназначена, собственно, для онлайн-курсов, да, для MOOC-ов массовых бесплатных онлайн-курсов, например, как Coursera, как Udemy, собственно, которые позволяют также и платные делать. Второй пункт – это онлайн-курсы на LMS, да, то есть это какие-то такие движки по аналогии с WordPress для сайтов, да, это такой движок для системы управления обучающими материалами, на основе которого вы можете сделать свой курс, да, и разместить потом это где-то либо на своем сервере, либо на стороннем сервере. Также вы можете сделать собственный сайт, например, найти отдельную WordPress и также добавлять туда другой контент образовательный, и, по сути, это тоже будет помогать людям, там, использовать то, что вы делаете. Также вебинары, по сути, тоже считаются онлайн-программами, да, образовательными, и это такое синхронные, как это называется, синхронные образовательные онлайн-программы, да, когда мы онлайн, да, но мы именно делаем это в одно и то же время. Как я, как спикер, так и вы, как участники, вы слушаете меня в одно время. И я написал здесь другое, потому что, естественно, есть какие-то другие варианты. Если у вас есть какие-то идеи, вы можете сейчас написать. В основном я выделяю вот это, да, то есть... Сейчас я посмотрю следующий слайд быстренько. Да, и вот, собственно, к чему все это, да, то есть неважно, где вы собираетесь размещать свой онлайн-курс, неважно, в принципе, в каком формате он будет, в онлайн-курсе, назовем это просто онлайн-курсом, да, есть некий контент, то есть то, что... Есть образовательные материалы, есть видео, есть аудио, то есть формат может быть любым, да, и есть какое-то наполнение, какая-то информация, которую вы хотите внести своим слушателям, да, которые хотят что-то узнать. Собственно, об этом и сегодня пойдет речь, как этот контент упаковать и сделать... Как его сделать самостоятельно. Здесь несколько слайдов будет, как примеры, вот, я уже говорил, например, есть платформы, это, например, Udemy, да, вы можете разместить там свой онлайн-курс, как это сделали мы. Курс посвящен созданию и развитию сайтов, вы можете также его пройти совершенно бесплатно. И там уже порядка трех с половиной тысяч студентов. Также вы можете в WordPress создать свой сайт и там размещать какой-то свой контент. WordPress.org — это бесплатно. Не надо путать с WordPress.com, потому что это немножко другое. Естественно, моя любимая тильда, потому что, мне кажется, это очень полезный, как бы, способ, самый простой способ сделать красивые вещи просто и быстро, потому что это, по сути, конструктор для сайтов, да, и вы просто берете блоки, наполняете нужным контентом эти блоки, и уже все у вас готово. То есть с точки зрения дизайна вы не можете сделать плохо. Вот там действительно нельзя сделать практически плохо. Как бы вы ни сделали плохо, будет выглядеть это всегда хорошо. И вот это вот большой плюс. И вот мне нравится, например, есть, если кто-то интересуется программированием, например, есть у Of School ребята делают классные форматы онлайн-образования, и, собственно, как это выглядит, да, они проводят различные вебинары, они потом это записывают, а вебинары они проводят с помощью Google Hangouts. То есть это тоже все бесплатно с точки зрения организации формата. И потом они это все записывают и выкладывают в виде курсов. То есть тоже такой хороший формат, да. Они это делают как в социальных сетях, так у них есть сайт. Да, и вот я говорил о том, что я недавно проводил вебинар по поводу обзора платформ для онлайн-курсов. Если вы еще не видели, также рекомендую посмотреть. Этот вебинар был посвящен именно тому, какую платформу выбрать для того, чтобы разместить свой онлайн-курс, потому что платформа – это самый так же простой способ разместить где-то ваш контент. То есть там просто нужно его сделать и загрузить. То есть, например, если это видео, домашнее задание, там какие-то изображения и так далее, вы это все собираете и вперед грузите. Вам не надо не создавать никакой сайт, ничего. И, по сути, плюс огромный в том, что у платформ уже есть своя аудитория студентов, которым нравится учиться и так далее. То есть вы можете трафик получить именно оттуда, например, и масштабировать свою целевую аудиторию. Опять же, наша целевая аудитория, вот теплица, да, это некоммерческая организация. Поэтому мы в первую очередь нацелены на то, чтобы донести информацию до некоммерческих организаций. И вот, опять же, это большое преимущество для таких организаций использовать свой контент и масштабировать, увеличивать число людей, которые бы могли помогать, например. Да, если это, например, какая-то волонтерская организация, то таким образом с помощью онлайн-курса организация могла бы рассказать многим людям не только у себя в городе, да, но и в других городах о том, как можно стать волонтером, как можно помогать и так далее. Таким образом, дистанционно вы можете подготовить людей к какой-то деятельности, и они уже смогут потом приносить какое-то добро дальше. То есть это намного эффективнее. Этот слайд, честно говоря, я взял из презентации Олега Ганта, нашего главного редактора, который как раз на конференции представлял... Он был... Он выступал с докладом о том, какие есть тренды в образовании. И второе — это как делать курьером онлайн-курса. Так вот, по его мнению, логика работы над курсом следующая, что существует несколько этапов, да, по сути. И сегодня мы будем говорить о создании контента, да. И вот то, что я жирным выделил, по сути, это такой циклический процесс. То есть вы работаете, создаете структуру курса, согласовываете ее, утверждаете, передаете контент, начинаете производство. То есть какие-то произошли изменения или ошибки, вы опять работаете на структуру, вносите эти ошибки, точнее, вносите изменения, и вперед. И так делаете до тех пор, пока не получится так, как вам нужно. То есть сегодня мы поговорим о том, с помощью чего вы можете создавать контент. Если у кого-то есть, не знаю, не очень любят, например, там, англоязычные слова, можете заменить слово контент на что-нибудь другое. Содержание, например. То есть вот содержание — это очень самое важное. Так, я пока посмотрю в чат. У Натальи есть вопрос. Если у нас есть задача сделать внутренний закрытый обучающий курс для организации, какую платформу лучше использовать? Естественно, в данном случае лучше использовать какой-то созданный сайт на основе какой-то LMS, который будет предоставлять доступ к курсу по логину и по паролю. Это сам простой вариант. То есть вот так. Итак, ладно, двигаемся дальше. То есть этот слайд вам для того, чтобы вы могли понять вообще, какая структура есть курс, да, просто чтобы ориентироваться. И сегодня, вот вы видели, наверное, эту картинку, когда смотрели анонс, записывались на этот вебинар, и я хочу сделать особый акцент на слове, словосочетании «сделай это сам». Не первый раз я уже об этом говорю. Собственно, почему? Потому что вот есть такое понятие DIY — это do it yourself и сделай это сам. Вот мы несем некое мнение, что сейчас технологии стали настолько доступны, что, в принципе, человек со средним каким-то образованием и навыком и пониманием того, что он хочет сделать, он может сделать достаточно качественный контент. Например, если мы говорим об онлайн-курсе, он также может сделать хороший онлайн-курс. Мы не будем сейчас говорить о методологии, да, мы будем говорить о качестве. Качестве видео, качестве звука, качестве изображения и так далее. То есть будем считать, что, допустим, у вас есть в команде методолог либо человек, который помогает со структурой курса, да, и также вы самостоятельно можете сделать, например, у себя в некоммерческой организации делать качественный контент. И это достаточно легко и намного проще, чем это было 5-10 лет назад. И вот сегодня я хочу рассказать о тех сервисах, приложениях, программах, которые позволяют это делать. Опять же, если у вас есть какие-то свои примеры, вы можете их писать в чат. То есть еще раз акцентирую внимание на том, что если вам, как организация, либо вы сами хотите попробовать там сделать, действительно, делать это сами, не отдавать это на аутсорт куда-то, да, начните, сделайте первый курс самостоятельно. Опять же, то есть качество будет хорошим, если вы будете использовать, например, те инструменты, которые я покажу, но это никак не связано с методологией курса, да, то есть мы говорим именно о контенте. Итак, во-первых, хочется сказать о том, что курс, онлайн-курс, допустим, да, может содержать совершенно разного типа содержания. То есть это может быть видео, это может быть фото, это может быть аудио, все что угодно вообще. Любой тип медиа может быть использовано очень легко. Опять же, это зависит от того, где вы будете в дальнейшем размещать ваш курс. Но изначально, как раз если мы сейчас вернемся вот сюда, вот когда вы прорабатываете логику работы, да, вы должны понимать, что выбрать платформу нужно заранее, потому что платформа, например, или тот способ, где вы будете выкладывать курс, он будет вас в чем-то ограничивать. Поэтому когда вы сделаете выбор, вы уже будете понимать, какой медиа-контент вы можете использовать. В первую очередь, естественно, это видео, да, и вопрос, окей, хорошо, здорово, если есть возможность снимать в какой-то студии. А сейчас, кстати, есть такие возможности. Например, у Stapic.org, это платформа для онлайн-курсов, существует собственная студия, которая позволяет преподавателям записывать онлайн-уроки и, собственно, курсы у них. Поэтому если... Сейчас я даже давайте вам напишу. Нет, не напишу, потому что это долго искать. Я могу это написать после. То есть вы можете, да, и делать это в реально специализированной какой-то студии, записывать хорошее видео, хороший звук и так далее. Вот. Но если вы это делаете самостоятельно, либо пригласили, например, какого-то оператора, который вам может снять видео, вопрос дальше, что с этим видео делать, да? Конечно, не слово «конечно», а «конечно», да? То есть вот начнем с конца. То есть хочу сказать о видео. Многие сейчас, наверное, не задумываются о том, что вот форматы видео, именно разрешения видео, да, то есть они очень сильно влияют. Например, действительно, некоторые платформы для онлайн-курсов уже переходят на HD, на Full HD, да, если вы делаете ваше видео или делали несколько лет назад в меньшем разрешении, то, по сути, вы не сможете это видео использовать в дальнейшем. Это очень плохо. Потому что вы должны быть на то, что все-таки технологии улучшаются. Если ваш курс, вы хотите, чтобы он продержался хотя бы год, если, ну, допустим, контент не сильно меняется, да, на платформе или еще где-то, да, то в любом случае вы должны делать в разрешении не менее 1280 на 720. Зажлак на Full HD это 1920 в 1080. То есть вы понимаете, что сейчас, например, камеры позволяют записывать в разрешении 4K, то есть вот эти цифры последние надо умножить на 4. То есть представьте себе, какое разрешение, да. Почему это сделано? Потому что, ну, сейчас, во-первых, возникает много сервисов, которые позволяют смотреть образовательные программы, в том числе, там, Курсера, например, вы можете смотреть на телевизоре. И, естественно, что они нацелены на будущее, на развитие, и контент должен быть действительно очень качественным. Поэтому вот главные цифры нужно запомнить, что, пожалуйста, если вы собираетесь снимать видео, то есть вы можете снимать, потом обрабатывать, но это качество финальное должно быть не меньше 1280 на 720. Да, в чате вот про Астерик спросили, да. Просто если будут потом вопросы, я могу написать мероприятие в Фейсбуке и Анне Глотову, которая является, собственно, куратором и развитием занимается этой платформой, она может более подробно ответить вам. Так. Естественно, что существует несколько форматов видео, которые вы можете снимать, да. Опять же, все зависит от того, что вы хотите сделать. То есть если вы используете стандартный вид, там, например, у вас есть преподаватель, вы его снимаете на камеру и так далее и тому подобное, да. Но, допустим, если вы себе не можете этого позволить, или, например, у вас нет определенной аппаратуры для этого, и вам нужно записать какой-то контент, то, что вы делаете на экране своего компьютера, например, да, вот как, в принципе, сейчас вебинар, да, я показываю, по сути, то, что у меня на компьютере происходит в виде слайдов. То это также можно записать, и это называется скринкастом. Существует несколько вариантов записи скринкастов. Я сейчас буду говорить о тех, какие есть бесплатные. То есть, опять же, этот способ подходит для того, когда вам надо записать некий такой урок, который показывает, что вы делаете на своем компьютере. Например, вы можете рассказывать о своем сайте, либо о своей какой-то программе, которая выложена где-то онлайн, и вы просто показываете, кликаете и показываете, что нужно сделать, там, как заполнить форму или еще что-то. Или, например, по программированию в том числе, да. То есть, там, по сути, основное внимание должно быть именно направлено на то, что показывает человек, а не на преподавателя. Хотя, опять же, существует много разных вариантов и мнений о том, что стоит, чтобы был преподаватель, там, как говорящий глава или нет. То есть, все это зависит от того, что вы хотите сделать. Итак, если вы хотите записать свой экран, существует, опять же, несколько вариантов. Первый – это Screencast-O-Matic. Это, по сути, программа, которую вы скачиваете, но это также работает на сайте. То есть, вы переходите на сайт Screencast-O-Matic, и там, нажимая на кнопочку Start Recording, у вас сразу возникает окошко. Вы можете выделить то окно, где вы хотите записать. И это работает на всех платформах, независимо от того, вы на Windows, на Mac, на Linux, где угодно. И таким образом вы можете записать видео вместе со звуком. То есть, например, я могу записать сейчас свой экран, и потом это будет в виде видео, в котором, собственно, будет мой голос, да, и показ того, что происходит на экране. Так, Александр спрашивает, как мне записать видео-лекцию в домашних условиях. Сейчас чуть позже я расскажу. Про Screencast еще хочу сказать. У нас есть видео-урок об этом, собственно, как пользоваться Screencast-O-Matic. Он достаточно, наверное, года полтора-два назад сделан, но, по сути, фактически там мало что изменилось. Для понимания можно его посмотреть, там достаточно быстро все рассказано. Другой вариант, он несколько странный и сложный, наверное, может показаться, но, тем не менее, это, опять же, бесплатно, это подходит для всех компьютеров. То есть, неважно, на какой вы операционной системе. Понятно, да, что есть платная программа, вы можете это все делать, но зачем, если есть бесплатная? То есть, есть некое программное обеспечение, да, бесплатное, и оно с открытым исходным кодом, соответственно, это тоже очень здорово. И вы можете делать следующее. Это называется Open Broadcaster Software. Вообще, это предназначено для того, чтобы проводить трансляции. То есть, вы можете, если вы видели, например, на YouTube трансляции онлайн, да, либо, например, в Facebook онлайн, да, многие там вещают с телефонов, также это можно сделать с компьютеров. То есть, я делал несколько вебинаров, именно вещал таким образом в Facebook. Но в чем еще преимущество? В том, что вот есть видеоурок, как раз, где я рассказывал, как это делать, и там есть преимущество в том варианте, что вы можете все, что у вас есть на экране, да, вы это, по сути, транслируете, но вы можете без трансляции это записывать. Записывать также в видеофайл. И там большое преимущество в том, что есть различные сцены, вы можете использовать, допустим, несколько окон, менять. То есть, это очень как бы функционально, и можно достаточно серьезные вещи сделать. То есть, например, там, если вам titles надо сделать, какое-то еще что-то, какие-то вот подписи, то есть, это все достаточно здорово и быстро происходит. Мария пишет, что, к сожалению, обои заботы сильными лагами. Ну, честно говоря, не знаю, почему у вас оно прерывается. Возможно, там, зависит от версии, да, может быть, у вас версию нужно обновить. Я вот, честно, пользуюсь Open Broadcaster достаточно часто. Мы же проводим трансляции вот наших мероприятий всех, и вот нареканий не было. Вот, честно, все работает достаточно просто, быстро, понятно, а никаких проблем вообще. Если говорить про трансляции, там, единственный минус, в чем может быть, это скорость интернета, он, собственно, интернет может ограничивать качество трансляции. Все остальное вообще как бы не важно. То есть, если вы хотите записать скринкаст без трансляции, это вообще никак не влияет, и вы будете в хорошем качестве все это видеть. Да, Наталья, заходите на цепочках, отлично. Так, продолжаем. Я, как бы, у меня мак, да, соответственно, тут есть вообще самое простое решение, которое только может быть. Есть встроенная программа QuickTime Player, по сути, он есть и на Windows, только, наверное, там нет способа записи изображения экрана. А здесь есть. Просто вот там надо нажать на файл, запись экрана, и все. То есть, вы нажимаете, у вас появляется такое окошко, вы можете выбрать микрофон или отключить его, и потом выбрать ту область, которую вы хотите записать, или весь экран, и все. И вам больше ничего не надо делать. Все, что вы потом записали, нажимаете на стоп, и все. И у вас это все в видео есть. И вы можете потом с этим видео работать. Соответственно, там, то есть, в зависимости от того, какой у вас компьютер, да. То есть, у меня старая достаточно модель, то есть, у меня разрешение экрана 1280 на 800. Но, опять же, это достаточно для того, чтобы потом видео было формат с 1280 на 720, да. Вот. Опять же, это можно там видео растянуть все, если у вас там немножко, например, окно меньше, но тем не менее. В общем, у кого Mac, вообще рекомендую. Кстати, странно, что многие люди об этом не знают, что можно записывать свой экран с помощью QuickTime Player. Так, я посмотрю еще раз чат. Интерфейс на русском языке, если про Open Broadcaster, это на русском языке. Меня на русском языке, да. Там все понятно. И как бы... Опять же, посмотрите просто мой видеоурок, там, 9 минут, наверное, но там часть про Open Broadcaster, и там, это достаточно половина, наверное. Так, двигаемся дальше. Естественно, что, окей, вот мы сняли видео. Дальше что делать с этим видео, да, и дальше надо его обрабатывать. Естественно, что вот на Windows и на Mac есть разные программы, но они, по сути, должны быть, да. То есть, насколько я знаю, что на Mac вот iMovie есть, я им пользуюсь. По-моему, по умолчанию, когда вы покупаете компьютеры, это бесплатно стоит программа, потому что так она платная. Что касается Windows, я специально об этом смотрел сегодня. Так, дальше здесь, наверное. Да, просто я сейчас промотаю. Для Windows, по сути, помните, был такой Movie Maker, Windows Movie Maker, потом который назывался Киностудией, и он сейчас, по сути, называется Киностудией. Единственный момент, я так и не понял, в Windows 10, по-моему, этого не существует. По-моему, там есть какой-то другой набор программ, вот, но тем не менее. То есть, вот эти две, там, iMovie и Windows Movie Maker, это такие, условно говоря, встроенные программы в персональную систему, которые, там, идут вместе с ней, да, которые позволяют базово работать с видеозвуком и так далее. То есть, что значит базово, да? То есть, вот я покажу на этом слайде, на примере. По сути, вы можете туда накидать видео, такие вот кусочки здесь, да? Вы можете их обрезать, вместе совмещать, вы можете делать переходы разные между видео. Также здесь iMovie позволяет работать со звуком, вы можете немножко поднять звук. Например, если тихо, да, то теоретически здесь есть возможность увеличения звука на 400%. То есть, это очень, это реально очень круто. То есть, когда мы записываем на камеру, если почему-то получается тихо, я это просто поднимаю здесь, и все, работает. Также, естественно, здесь можно сделать, там, фильтры и так далее. Вот это просто самый простой базовый функционал, который есть. По сути, он вам будет достаточно, если вы работаете с видео вашего курса. Это действительно достаточно. То есть, это не профессиональная программа, но она дает вам возможности базовой, вот, работы с видео. А тут вот писали про, сейчас, про-про-про, Camtasia, iMovie, да-да-да. И я тут специально разместил слайд. У нас есть статья на нашем сайте, которая называется... Интересно, а вы слышите, что меня тут кто-то сверлил? Да, ремонт, супер. Статья называется «15 бесплатных программ для редактирования видео под Windows, Mac и Linux». Если вы не нашли вот эти программы, которые есть, там, у вас или вам они не нравятся, можете зайти посмотреть этот список, возможно, что-то найдете. Опять же, мы за бесплатное открытое программное обеспечение, которое позволяет вам делать то, что вы делаете. Потому что самый, конечно, простой вариант купить, это зачем. Так, с этим понятно. Единственный вот вопрос, действительно, у кого в Windows, вот, вопрос, в Windows 10 там есть что-то, что позволяет вам работать с видео или нет? Устроенная программа какая-то? Или ни у кого сейчас в Windows 10 нет? Все на Mac'ах или на Windows 7? Ну, окей, в общем, если будет информация, напишите, просто интересно. Следующий момент, естественно, это изображение, да. Если вы делаете вашу образовательную онлайн-программу, онлайн-курсы и что-то еще, естественно, вам нужно сделать постеры для социальных сетей, вы должны делать какие-то изображения превью для видео, вам нужно делать какие-то задания и так далее. То есть, естественно, что вам нужно сделать какие-то качественные, хорошие изображения. Давайте назвать это в общем изображение, да. По сути, это некий постер, баннер, логотип, все что угодно, да, вот это все. Вам нужно как-то делать. Вопрос, как, да, где это делать, в каких программах и кто это может сделать. Вот, естественно, это может делать дизайнер сторонний, и он это будет делать в профессиональных программах. Если у вас есть сторонний дизайнер, это очень круто. Но если его нет, есть тоже решение, которое позволяет вам делать качественные вещи самостоятельно. Вот я предлагаю вам начать самостоятельно делать, если у вас нет стороннего дизайнера. И если у вас не будет получаться, то уже потом просите там кого-то. Естественно, что я начну с Canva, это вообще моя любимая программа, кто слышал о Canva.com. Это, по сути, даже не графический редактор, это такой специальный онлайн-сервис для создания постеров, баннеров и всего прочего. То есть, по сути, изначально вы бесплатно регистрируетесь, вы можете выбрать формат изображения, который вам нужен. Впрочем, вы можете выбрать самостоятельный размер. Далее вы можете выбрать какие-то превью, картинки. Видите, тут есть много элементов, различные иконки и так далее, все это накидать. И в финале у вас получится хороший баннер, постер и так далее. Если вы не понимаете, о чем я говорю, например, вам нужно разместить надпись на фотографии, на картинке, чтобы сделать постер в социальной сети. Вот, по сути, здесь это один из вариантов, где это можно делать. Это очень просто и так далее. То есть, ну, правда. Единственный минус, который существует у этой программы, то, что тут русскоязычными не все шрифты являются. То есть, у вас есть выбор шрифтов, да, когда вы добавляете текст, но кириллица, к сожалению, не везде работает. Поэтому это некий минус. Но тут есть PtSans, есть еще какие-то пару шрифтов, которые достаточно хорошие, да, и они нормально смотрятся на русском языке. Ну, в кириллице. Второе – это PictoChart. Это еще одна моя любимая программа. По сути, это нацелено на создание баннеров и инфографики. Делается это все тоже очень просто. Вы изначально регистрируетесь бесплатно, выбираете шаблон, потому что часто бывает создать что-то с белого листа очень сложно, да, выбираете шаблон. И просто потом заменяете контент, то есть заменяете текст, там, какие-то иконки и так далее. То есть это все элементы, вот это все элементы. То есть вот надпись, там, например, вот эта вот штука, плашка такая, да, оранжевая, там, елочки, потом здесь кружочки с надписями, да, это все элементы. Все состоит из элементов, которые вы можете спокойно выбирать или удалять, изменять формат, там, размер, цвет и так далее. И вы быстренько можете создать то, что вам нужно. Потом это можно сохранить как в PDF, по-моему, так и в PNG. Кстати, здесь в Canva преимущество в том, что вы можете сохранить результат бесплатно в PNG и в PDF. В чем качество, собственно, хорошее качество, как... сейчас формулирую мысль. То есть если вы хотите, например, сделать для печати что-то, да, например, хотите распечатать листовки и так далее, вы можете здесь сохранить ваш результат в PDF и уже потом печатать. Тогда качество будет намного лучше, не будет никаких пикселей, потому что, по сути, PDF такой провекторный формат. Да. Так, здесь тоже в хорошем качестве можно сохранить, даже, по-моему, есть возможность просто с помощью кодов ставить это на свой сайт или еще куда-то, потому что с точки зрения инфографики, в чем преимущество вообще таких вещей, вы можете разместить это где-то, да, и если это действительно полезная вещь, хорошо сделанная, то люди начнут этим делиться, да, и, соответственно, информация о вас быстро разлетится, этот контент станет вирусным и, по сути, может привлечь там больше внимания к вашему курсу в том числе. Вот. Если вы не пробовали вот эти два сервиса, очень рекомендую, они очень простые, но очень функциональные. Следующий вопрос, естественно, что вам нужно брать для курса какие-то изображения фотографии, да, где брать фотографии. Есть два варианта. Либо вы делаете фотографии самостоятельно, либо вы их где-то находите. Не просто так вбив, например, не знаю, там, книги, слово книги в поисковике Яндекс, да, и просто скачав любую фотографию, так нельзя. У фотографии есть авторские права и есть понятие Creative Commons. Это лицензия, по которой можно использовать в своих целях изображение фотографии, но нужно понимать, где их брать. Соответственно, таких сайтов очень много сейчас стало, и вот я привел пример, такую точку входа для этого. Есть некий агрегатор, называется OZE Free Stock. Вы просто туда входите, и вот сбоку там есть не только фотографии, на самом деле, но и много чего другого, да, есть всякие, в общем, можно посмотреть, там даже видео есть. Так вот, если вы войдете в раздел Free Stock Photos, то тут можно найти раздел Multiple Search, и там просто много сайтов, которые позволяют вам найти фотографии. И большинство, да, этих фотографий, либо вы пишете, откуда вы ее взяли максимально, что нужно сделать, либо вообще ничего не пишете, потому что это Public Domain. То есть они все в хорошем качестве, и часто просто фотографы таким образом размещают свои работы для того, чтобы, ну, во-первых, чтобы их узнали, да, и, ну, и просто потому, что они добрые люди, да, и делают классные вещи, и просто хотят, чтобы их фотографии где-то использовались. Название написать. А вот на слайде написано OZE Free Stock, так и называть. Если в поисковике вобьете, то так и будет. Ну, то есть найдете этот сервис, да, да-да-да, вот этот сервис, да. И там помимо фотографий есть, говорю, много чего другого интересного. Но, то есть вот это еще раз, это агрегатор. То есть это сайт, который собирает в себе все другие сайты. Потому что вот эти все известные сайты – это Visual Hunt, Find a Photo, Pexel, Sunsplash, Liberstock, StockUp – это все отдельные сайты, которые позволяют найти Public Domain или Creative Commons фотографии. Но вот тут просто это удобно. Вот. И они в хорошем качестве. Естественно, что в HD-качестве, да, если вам надо для курса делать, для видео, там, или для баннеров, то это должно быть хорошее разрешение. Вы же не можете взять картинку, там, 640 на 480, потом ее растянуть на весь экран, да, и чтобы это было некачественно. Это просто будет плохо смотреться. Поэтому отсюда, собственно, надо брать. Двигаемся дальше. Естественно, что какие слайды, презентации, либо еще какие-то элементы могут быть без иконок. Мы часто используем иконки, и совершенно непонятно, откуда их брать. Есть несколько вариантов. Вы можете их заказать, нарисовать. Но можно это действовать намного проще. И можно использовать два сайта, которые я сейчас покажу. Первый – это IconFinder. Он так и называется. Вы можете вбить и тоже увидеть IconFinder.com. Там есть в том числе и бесплатные иконки. Есть платные, есть бесплатные. То есть вы можете вот просто, как я сейчас вбил Санта, да, и в Price поставить Free. И вот в стилях вверху, там есть где All Styles, Outline, Flat. Например, плоский дизайн вам нужен, да, вы берете и находите иконки. И потом вы можете скачать в PNG с условием, что вы сможете написать атрибуцию, то есть откуда вы это взяли и чьи это иконки. Ну, например, если это вы используете в видео, вы можете потом где-нибудь в конце видео быстренько мелким шрифтом написать, а то это будет достаточно. Можно сделать свой агрегатор по теме своего курса. Больше информации нужно для вопроса, не очень понятно, что вы имеете в виду. А я пока продолжу. Вот. И второй сайт, естественно, это все, наверное, узнают. Это TheNounProject. Это еще один очень классный сайт, который позволяет найти вам иконки. Мы уже об этом говорим не первый раз. И, по сути, ну, мне кажется, это основной сайт для тех людей, кто вообще делает какой-то некий контент. То есть если вы хотите сделать логотип, нет ничего проще, чем найти здесь какие-то элементы, иконки и так далее, просто, да, и в графическом редакторе их каким-то образом объединить, изменить и создать свой логотип в том числе. Преимущество этого в чем? В том, что здесь, опять же, это Creative Commons. Вы указываете только атрибуцию, то есть откуда вы это взяли, кто автор. И вы можете скачать в векторном формате. Что это значит? Это значит, что вы можете менять размер иконок, вы можете менять цвет и так далее. Все они, видите, как бы черно-белые здесь нарисованы, но вы всегда можете их скачать, открыть в графическом редакторе и изменить. Достаточно много мы рекомендуем это, там, например, участникам наших катонов, которые надо что-то сделать, там, либо логотип, либо еще что-то. Хороший вариант. Так, а я пока обращу внимание на чат. Гость спрашивает, собирайте из интернета похожие статьи в видео по своей теме, какой сервис позволяет это делать? Ну, с одной стороны, это немножко вопрос не по теме, потому что, ну, собственно, если вы хотите агрегировать просто контент по какому-то ключевому слову, вы можете использовать там разные сервисы, в том числе, например, GetPocket. Сейчас я вам напишу. Это не совсем по теме, но я немножко расскажу, почему это может быть по теме, потому что, например, опять же, платформа Stapic.org, которая для онлайн-курсов, да, у них есть такая особенность, что единицей является не сам курс, да, а один урок. Так вот, когда вы туда заходите, по сути, там очень много, опять же, есть открытых уроков по лицензии Creative Commons, что это и значит, что вы можете эти уроки использовать в своем онлайн-курсе, то есть, по сути, вы можете создать свой онлайн-курс полностью из чужих уроков. Если вы имеете в виду вот что-то это, то тогда, возможно, вам это пригодится, да. Canvacom позволяет скачивать только после регистрации? Вот Алиса спрашивает. Canvacom, регистрация, ничего сложного в этом нет, вы можете просто зарегистрироваться через социальные сети. И это намного быстрее будет и удобнее, потому что у вас там все это будет храниться, и это ничего страшного как бы. Так, а Наталья спрашивает, Алексей, не приведете ли пример текста, который нужно разместить в выходных данных курса, по смыслу должно быть? Мы использовали при создании курса фотографии, видео по лицензии, как будет правильно. Ну, на самом деле, нет какого-то такого шаблона, да, как это написать. Главное смысл, да, что должна быть некая страница, например, да, действительно открыта, либо внизу где-то, то есть она должна быть открыта, я имею в виду не только она должна быть видна участникам курса, но и вообще всем. Обычно это вот о курсе или еще где-то, да, то есть вы можете разместить там. Но, опять же, достаточно того, чтобы вы размещали в каждом видео. Но если вы хотите разместить на странице, вы можете написать, да, что при создании курса использовались там изображения такие-таки, это там такого-такого-такого-то, там дизайнер и все. В нашем онлайн-курсе, сейчас я вспомню, мы не использовали просто ничего такого. Но обычно мы используем, например, если на сайте хакатона, мы внизу пишем, на сайте вот в футере есть какое-то изображение еще. То есть это должно быть просто мелким шрифтом, не обязательно очень сильно заметно, но это должно быть. Это правило хорошего тона, по сути, вам никто голову не оторвет, если вы этого не сделаете, но это просто правило хорошего тона. Так, да, хорошо, значит, продолжаем дальше. Вопросов нет. Значит, с иконками понятно, супер. И, естественно, вот может вам показаться это странным, но я сейчас затрону две такие программы, которые все, конечно же, знают. PowerPoint и Keynote. PowerPoint, по сути, из Microsoft Office, да, это программа для презентации, и Keynote то же самое на Mac. Вопрос, что это тут делать, да, почему вообще это здесь? Вы, на самом деле, наверное, не очень представляете, насколько это вообще функциональная программа и что она позволяет делать. Вот если касательно баннеров, да, каких-то логотипов или любой инфографики, это можно создавать здесь. Почему? Потому что, по сути, что такое вот PowerPoint, да, это программа, которая позволяет вам на слайде разместить все, что угодно, да, изображением ставить, текст, какие-то элементы, схемы, графики и так далее. И все это можно между собой выстраивать по слоям, что будет сверху, что будет снизу и так далее. По сути, этого тоже может быть достаточно для того, чтобы вам сделать какой-то графический элемент. Я не знаю, как в PowerPoint, но в Keynote есть еще один плюс в том, что вы можете вот размер слайда указать самостоятельно. Например, если я этот слайд делаю для видео, а я это делаю, потому что когда я делаю видеоуроки, например, или вебинары, да, то там, или еще что-то, то мне обязательно нужно, когда вставить что-то, я, например, делаю это в Keynote и просто пишу, что размер слайда, там, 1280 на, там, 720. И все. И в итоге, когда я экспортирую это как картинку, опять же, это есть такая возможность, вы можете сохранить слайды как картинки, и вот у вас получится тот результат, который вы хотели получить. И опять же, в чем плюс? В том, что по сравнению с онлайн-сервисами здесь есть очень большое количество шрифтов, которые в том числе работают в Кириллице очень правильно, да. Если мы с Canvay будем сравнивать, то там есть ограничение, что вот у русскоязычных всего несколько, здесь вы можете делать все, что угодно. Поэтому я бы вам, ну, то есть, если вы не дизайнер, да, я понимаю, что дизайнеры сейчас меня могут просто побить там палками, сказать, что вот вообще я такое говорю, но если вы не дизайнер, то вот серьезно, PowerPoint и кино, это будет достаточно для того, чтобы сделать хороший, качественный, там, баннер, постер или что-то еще. Вопрос только в другом, насколько качественные будут сами элементы, да, откуда вы их будете брать, там, иконки или еще что-то. И опять же, преимущества, какие еще есть. Тут можно выстраивать элементы по сетке, да, то есть, например, вот у вас там, тут написано там, making PowerPoint slides, да, и внизу еще какой-то текст. По сути, это два каких-то элемента. Вы их можете выстроить вместе и по левой стороне, да, чтобы все было ровно. Там в графическом редакторе, в каком-то, если это, конечно, не там, Photoshop, то это сложно будет сделать. Здесь это намного удобнее. То есть это, по сути, бесплатно, да, то есть вы можете это делать бесплатно. И когда вы делаете онлайн-курс, какое еще может быть преимущество? Я, наверное, на следующий слайд переведу, чтобы просто не висел на одном слайде долго. Вот, например, как поступили мы? Если вы заметили, вот у нас все презентации сейчас, да, у Теплицы, они все в одном формате. Вот они на белом фоне, у нас есть несколько просто макетов, слайдов. То есть раньше, когда я делал презентацию, мне было очень сложно тратить время на то, чтобы сделать расположение, да, на слайде. Там картинку я здесь поставлю, текст я здесь напишу. А вот какой текст должен быть, вот такой размер или такого размера, какой шрифт, вот такой или такой. Сейчас у нас есть шаблоны. И, по сути, все, что я делаю, я делаю, наполняю его контентом. Просто уже есть, например, выделенный там определенный размер шрифта и есть определенная зона там картинки. Я просто сюда перетаскиваю, и все это работает быстро. Таким образом, к чему я это говорю, когда вы делаете онлайн-курс, вам же нужно делать какие-то слайды, в том числе, да, например, какие-то элементы, которые между собой будут похожи, потому что они объединены одним, там, курсом. Поэтому вы, по сути, можете делать для вашего курса шаблон, шаблон слайдов, например, там, 5-6 слайдов, которые вы будете использовать. И тогда, поверьте мне, это сэкономит вам работу над курсом просто в разы вообще. То есть вам не надо будет думать, опять же, как куда-чего передвинуться, потому что у вас уже есть шаблон. То есть вот, наверное, я понимаю, ну, в смысле, наверное, понятно, о чем я говорю, да, если есть какие-то вопросы, там, задавайте. То есть вот преимущество шаблона, вот, и использование, например, таких программ, как PowerPoint и Keynote, это правда очень сильно экономит вам время и просто, ну, здорово работает. Опять смотрю в чат. Ирина спрашивает, можно в чат написать название ресурсов, которые были названы сегодня? Ирина, нет, нельзя, потому что все ресурсы в презентации. Я же не просто так презентацию делал. Для чего я ее делал? Чтобы вы потом скачали и там тоже посмотрели. Понятно, что с мобильной версии вы не можете увеличить, но вы можете потом ее скачать. Я ее в любом случае размещу. Давайте я хорошо скину ссылку на мероприятие в Фейсбуке, и, естественно, что вот туда я точно размещу все, там, презентации и видео. Так, вопросов здесь пока нет. Сейчас я проверил, да, все правильно. Олеся пишет, что в последнее время пользуюсь только PowerPoint для создания сертификации, благодарности и так далее. Ну, отлично, супер. То есть еще в чем плюс, да, то, что Олеся подтвердит, что вы можете сохранять это в PDF, потому что все сертификаты, какие-то официальные документы и так далее, например, домашние задания или еще что-то, например, если вы высылаете что-то там своим ученикам, если вы это, конечно, делаете, да, то, естественно, что вы не должны это высылать просто в доковском файле, в каком-то непонятном, а вы должны это высылать в PDF. Это правило хорошего тона, и, во-вторых, это плюс в том, что если там студент случайно что-то удалит, он подумает, что так и было, да, то есть в текстном файле, а в PDF ничего нельзя удалить. Это такое, как картинка, по сути. Ладно, двигаемся дальше. В общем, с этим понятно. Так. И, естественно, что я рекомендую вам посмотреть записи вебинара по поводу использования разных онлайн-сервисов для создания там постеров, в том числе по Canva здесь было, хотя, опять же, там почти вот два года назад это был вебинар, но он еще актуален, потому что сервисы там изначально, по сути, имеют тот функционал, который они имеют сейчас, и мало что изменилось. Опять же, очень рекомендую его посмотреть. Звук, аудио и все это такое. Вот это очень важная тема, сейчас мы поговорим об этом. Наверное, не с этого слайда я начну. Вот с этого я слайда начну. Значит, кто-то слышал про ситуацию нашу по поводу YouTube и конференции? Если нет, я вкратце могу сказать. Просто если вы когда-то будете это делать, чтобы просто не было таких ошибок. Значит, во время конференции мы делали онлайн-трансляцию, и случайно зазвучала какая-то песня Майкла Джексона, и так как трансляция достаточно хорошего качества, то этот звук, по сути, записывается в видео, и автоматически YouTube проверяет треки, ну, вообще все, что ты грузишь на YouTube на соответствие авторским правам. Если, естественно, Майкл Джексона у меня нет авторских прав, да, я не могу это размещать, то это видео было закрыто. И потом у нас были некие сложности. Так вот, хочу вам сказать следующее, что когда вы используете в ваших видео для ваших онлайн-курсов или размещенных на YouTube видео, какую-то там подложку музыкальную или еще что-то обязательно, задумайтесь о том, откуда вы это взяли. Потому что если вы берете это, и это закрыто авторским правом, ваше видео будет недоступно, и вы можете потом еще иметь более серьезные проблемы с вашим каналом и так далее, с репутацией и еще что-то. Значит, почему я на этом слайде открыл? Во-первых, потому что я про YouTube говорил, во-вторых, потому что у YouTube есть, на самом деле, своя фанатека бесплатной музыки. И мало кто они, опять же, почему-то знает. То есть, если вы делаете видео, например, для вашего онлайн-курса, и вы хотите, чтобы там звучала мелодичная какая-то там музыка, чтобы не было просто вот как голос, да, разговаривает и тишина, а чтобы было более как-то интенсивно, да, вы можете там в видеоредакторе добавить звуковую дорожку. Так вот, в первую очередь, я рекомендую вам посмотреть эту фанатеку, потому что здесь, видите, есть очень много жанров, вы можете выбрать даже инструмент, длительность и так далее. В общем, много чего, чтобы выбрать, то, что вам подходит. Извините. То, что вам подходит, и тут можно бесплатно это скачать. Вы скачиваете как mp3 файл, по-моему, да, mp3, и вставляете в видеоредактор как звуковую дорожку. И тогда никаких проблем не будет. То есть вы точно будете уверены в том, что ваше видео не будет забанено за авторские права. Если тут есть некие значки, это, опять же, прописание атрибуции. То есть вы должны указать это в описании к видео на YouTube. Где еще брать музыку? Значит, естественно, что если вы музыкант, вы можете взять и написать свою музыку. Вы можете спеть, вы можете еще что-то сделать, но можно использовать еще какой-то ресурс, например, FMA, это Free Music Archive, да, то есть этот сайт, по сути, предоставляет вам возможность также поискать и найти треки, которые музыканты выкладывают в открытый доступ, и они по Creative Commons. То есть вы можете их использовать в своих проектах. Их достаточно много, опять же, вы можете посмотреть по жанрам, по длительности и так далее. То есть также советую. Вот сверху, если вы найдете, там есть кураторы, жанры, чарты и About the FMA, да, то есть вот если вы войдете в жанры, то там как раз будет много разновидностей музыки, стилей музыки и так далее. То есть оттуда я тоже брал что-то делал в наших видео. С этим понятно. Окей. Двигаемся дальше. По поводу YouTube еще, да, хотел сказать, что, опять же, если вы ведете прямые трансляции, пожалуйста, просите всех выключать телефоны. Потому что если у кого-то на звонке стоит музыка, которая защищена авторским правом, вы можете очень сильно пострадать от этого. Ну, то есть пока вы с этим не столкнетесь, никогда не задумываетесь, но вот как бы хороший такой будет совет вам. Вот кто-то пришел. Добрый вечер. Да, у нас пока еще день. Супер. Так, ладно, двигаемся дальше. И, естественно, что если вы записываете звук самостоятельно, например, классический где-то, там, не знаю, у вас преподаватель, значит, на него настроена камера, вы записали звук. Сейчас не будем говорить, чем вы записали, да, если вам нужно со звуком что-то сделать, обязательно нужно потом его изменить, если что-то пошло не так. Например, опять же, из каких-то шумы, если там тихо или еще что-то, вот есть бесплатная программа, называется Odasty. На самом деле она именно так звучит. Это не Audasty, а Odasty. То есть переводится как дерзость. Слово. И это открытое программное обеспечение, как видите, есть для Windows, для Mac, для Linux. Вы можете использовать совершенно бесплатно. Это именно программа, которая скачивается на ваш компьютер и позволяет вам работать со звуковыми дорожками. Если вам нужно отдельно что-то поделать, вы можете это сделать. В видеоуроках, кстати, у меня есть один видеоурок об этом, как там можно что-то сделать, как изменить голос в лучшие качества. Да, и вот я когда говорил про iMovie, что iMovie тоже позволяет работать со звуком. Вообще iMovie, вот у кого Mac, вот серьезно, я считаю, что это вообще просто идеальная программа, потому что она настолько простая, что вот мало настойок, но все, что нужно, есть. И вот тут есть кнопочка «Работать со звуком», есть там такая кнопочка, по-моему, «Авто» называется, или еще что-то. То есть надо нажать только одну кнопочку, и все автоматически станет лучше. Это просто такая магическая система, и там можно ползунком передвинуть, например, насколько поднять звук, увеличить звук или еще что-то. То есть со звуком тоже позволяет работать. Это здорово. Опять же, вы можете в таких программах, например, если у вас видео со звуком, вы можете отделить звук в видео от видео, и потом с ним что-то сделать отдельно. Сохранить и так далее, и тому подобное. И вот эти слайды я взял из презентации Олега Ганта, нашего главного редактора, потому что они, считаю, тоже очень важны. Значит, почему они здесь? Это несколько слайдов про микрофоны. Почему? Потому что когда мы записываем видео, по сути, да, видео, в принципе, сейчас даже смартфоны записывают в хорошем качестве. Ну, на самом деле, правда. То есть если хорошее освещение, то качество смартфона, в принципе, действительно хорошее. Также, например, вы можете записывать на зеркалку, либо на хорошую видеокамеру. Но часто самые главные проблемы бывают со звуком. Почему? Потому что либо камера далеко, либо шумы, либо еще что-то. И вот чтобы этого избежать, желательно использовать какие-то микрофоны, такие более специализированные. Например, вот этот. Олег выделил просто тут несколько моделей. Я хочу, чтобы вы тоже это увидели, если не видели ранее. И вот этот. Цена, как вы видите, да, там 49 долларов, 129 долларов. И если вы записываете стандарт с петличкой, то можно использовать вот такой микрофон. То есть часто, наверное, больше, чем в половине случаев проблемы вот в качестве именно в звуке, когда вы записываете на видеокамеру. То есть видео хорошее, а качество звука может страдать. Олеся пишет. А в Windows Move Maker нет возможности отделить звук от существующего видео, к сожалению. По поводу Windows Move Maker. Ну, честно, я в ней работал года три назад, и, возможно, и нет. Но надо вспомнить. Хотя сложно, правда. Могу ответить. Елена спрашивает, а если нет звука в вашей трансляции, что делать? Что делать? Даже не знаю, что делать. Потом посмотреть видео. Ладно, двигаемся дальше. Просто время осталось чуть-чуть, а у меня осталось чуть-чуть тоже слайдов. Так, вот я вот не изменил надпись. На надпись не смотрим, да? Смотрим на картинку смартфона. Я намеренно разместил здесь не айфон. Почему? Ну, потому что просто, чтобы не было какого-то негодования. В общем, я хочу сказать, что сейчас телефоны, вот серьезно, они позволяют вам записывать звук в лучшем качестве, чем что-то другое. Например, вы можете записать отдельный звук, отдельное видео, а потом совместить это в видеоредакторе. Если вы записываете, вот, например, скринкаст. Потому что если у вас компьютер не очень хорошо, качественно записывает, а у вас нет, например, микрофона, да, вы можете сделать такую систему. Просто записать видео отдельно, а звук отдельно, а потом совместить. И попробуйте просто у себя вот как-то сделать это. Вы увидите, что, возможно, действительно качество достаточно хорошее. Это было вот об этом. Что еще можно использовать? Тут я рекомендую все-таки посмотреть то, что мы очень-очень-очень долго делали. А это первое, это наши вебинары, потому что сейчас их уже почти 50. И там, правда, очень-очень-очень много информации о том, как что-то делать. Мы записываем это для вас, поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы или вы не знаете, просто пролистните вот эти вот вебинары под тем, да, и посмотрим, что вы найдете для себя что-то интересное и полезное. И второе, это скринкасты, это онлайн-уроки. То есть, опять же, их сейчас там больше 110. Тоже, пожалуйста, посмотрите их. Если вы не нашли для себя что-то полезное, это, конечно, будет странно, но надеюсь, что найдете. Потому что, правда, там очень много информации из разных направлений, в том числе, которая будет полезна вам при создании онлайн-курса. Вот, например, там iMovie, как использовать эффект картинки, картинки или еще что-то. Потому что есть некие нюансы, которые, там, мы просто не знаем, что они существуют, да, но они могут, там, сделать вашу работу, там, более легкой над созданием онлайн-курса. Вот. Если у вас урок по настройке YouTube для обучающего канала. А в чем особенность YouTube для обучающего канала? То есть, в чем, собственно, чем этот канал и чем YouTube будет отличаться от чего-то другого? Что вы имеете в виду, что надо настраивать? Так. All the free stock. Сейчас тут говорят, что не показывают. Да, все работает. У меня тоже работает. То есть, вот, все окей. Ну что, вот я пробежался так быстренько по тому, что вы можете использовать. И я думаю, что это будет вам очень полезно. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я с радостью отвечу. То есть, еще раз призываю вас к тому, чтобы вы самостоятельно пробовали что-то делать. Это не так сложно, как вы думаете. Просто нужно использовать определенные инструменты, которые позволят вам сделать это хорошо. Вот и все, да. Конечно, здорово, если у вас есть команда, которая может на аутсорсе заниматься этим, там, производством видео, обработкой видео, созданием постеров, графики. Есть дизайнеры. Но если вот этого нет, если маленький бюджет, или его нет, или вы самостоятельно можете это сделать, но не знаете, попробуйте. Поверьте, что ничего там плохого не получится. Вам спасибо, да. Ну что, еще какие-то конкретные, более конкретные вопросы? Вопросы. Из чата Маргарита Николаевна еще раз спрашивает. Перечислите, пожалуйста, лучшие программы записи экрана компьютера, если можно. Итак, это Screencast2Matic. Там есть на слайде. Также, если у вас есть операционная система macOS или компьютеры mac, то это QuickTimePlayer. Там есть записи экрана. И это OpenBroadcaster OBS. Вы можете просто ввести OBS в поисковике, и вы найдете OpenBroadcaster, там скачаете. Но желательно посмотреть те видеоуроки, которые я там постил. Ну, то есть были слайды, да, соответственно, вы просто поймете, для чего это нужно. Елена пишет, так казалось, что это все легче, да. Да ничего на самом деле сложного нет. Не то, чтобы это получить еще одну профессию, но правда нет. Как вы понимаете, что вот, я не знаю, если вот вы следите за тем, например, как дети сейчас обращаются с техникой, да, там, я даже уже говорю тоже, как человек в возрасте с техникой. То есть вы просто посмотрите, что дети сейчас делают с мобильными устройствами, со смартфонами и с, там, на iPad, то есть на планшете на своем. Они вообще, они могут такое смонтировать или такое сделать, что просто вы удивитесь. То есть все это вопрос в том, насколько вы это просто делаете, вот и все. То есть возможностей реально очень много. По сути, видеокурс можно записать только с помощью вашего телефона, и все. Вот серьезно. Если вот задаться такой целью, это можно сделать. Вот, кстати, я вам что-таки сейчас скину. Сейчас не скину, ладно, чуть позже скину. Сейчас еще раз я прочитаю вопрос потом. Сложно не в технической части, а в том, чтобы наполнить курс содержанием. Да, это так. То есть все-таки методология, методология, это несколько другой вариант, потому что методология, она всегда была важна, и когда вы создавали просто какой-то курс или учебник или еще что-то, это вот такой вопрос, ну, как бы, не в контенте, а в самом, да, а вот в структуре. Еще бы хорошо рассказать про скачивание видео с других сайтов ВКонтакте, Фейсбук, гость. Ну, как бы вам ответить? А зачем вам скачивать? Зачем вам скачивать видео? Вот большой вопрос, непонятно. То есть если вы создаете видео, зачем вам его скачивать с Ютуба, ВКонтакте или Фейсбуке? Тем более, что эти видео делали другие люди, и у них, по сути, есть те же права на это видео, если они, конечно, не подклеить в Коммод. Кстати, про мобильное устройство пишет Наталья. Было бы полезным сделать самогичный набират с обзором мобильных программ, а не десктопных? Теоретически, да. Я просто думаю о том, как это сделать. Вообще, у меня была идея подключить... Наверное, не будет это видно, да, все-таки. То есть как это показывать, да, вопрос? Потому что на десктопе-то я могу показывать слайдами, но это не будет совсем понятно. То есть если бы можно было включить телефон, я, наверное, подумал, как это сделать. Но тем не менее, да, хорошая идея. Гость пишет, иногда нужен фрагмент передачи для своего видео. К сожалению, по правилам вы не можете использовать чужие видео у себя. По правилам вы можете связаться с владельцами видео, запросить у них информацию. Если они вам ее предоставят, вы можете это использовать у себя. Другими способами делать это нельзя. Даже если вы готовы указать авторство, вы должны сначала написать авторам, спросить их и попросить предоставить информацию. Только в таком виде. Ну что, тогда говорю вам спасибо большое, что участвовали, и жду вас тогда на следующих вебинарах. Если будут какие-то вопросы, давайте я вам еще раз копирую ссылку на группу в Фейсбуке, на мероприятии в Фейсбуке. Там вы можете задать вопрос еще. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.